ребят всем большой привет сегодня будет видео для меня особенное я постараюсь его сделать для вас тоже особенным потому что сегодня я хочу посвятить видео своим наверное одним из самых самых любимых духов называются они фан от марки от французской марки марселя роша мои любимые заказала вот в таком вот виде в виде тестера пришла мне вот такая 100 миллилитровая 100 миллилитровый флакончик и знаете сегодня я бы хотела посвятить полностью вот это видео только одним этим духом давайте я как обычно начну с истории эти духи мне подарили моему стыду я даже не помню кто наверное мне было лет семнадцать восемнадцать ну лет восемнадцать наверное все таки я вышла замуж в это время и то ли мне подарил духи мой муж то ли мне подарили духи родители третьего не дано или мои родители или мой муж в любом случае мне постыдно но я не помню сей факт вот и в любом случае это дорогие мне люди к чему я все это вам говорю понимаете когда мне подарили эти духи то время 18 лет я была способна осознать одну вещь что духи очень хорошие что духи очень серьезные что они мне нравятся но при всем при том я понимала что духи эти гораздо старше меня на тот момент на момент восемнадцатилетия я не была готова вот так с душой и знаете с и с головой с трезвой с головой понимающий этот аромат головой подходить к этим духам но понимаете ли в чем интерес эти духи настолько запали мне в душу что по прошествии вот огромного количества лет я буквально недавно недавно настолько остро как-то понимаете вот даже не помню с чего не с чего ни с чего и или и может с чего то но я не помню этот момент понимаете мне вдруг вспомнилась вот вспомнился очень ярко этот аромат я заскучала я как я как начал даже не придала этому событию значения но потом понимаете это все вот переживание как это какая-то скука стала сильнее и я пришла к выводу, что мне надо непременно заказать, что я на самом деле ностальгирую именно по этим духам по прошествии стольких лет, то есть вот эта вот 100 мл бутылочка у меня второй раз в жизни, а в первый раз она была у меня 18 лет и она была маленькая это было 30 мл, насколько я помню лакон был немножечко другой он сейчас видоизменен жидкость точно такая же была, вот она как такого красивого можно сказать янтарного или коньячного цвета или такой темный мед очень красивая жидкость но вот не было здесь такого, вот видите здесь кружочек и написано марка Роша и здесь написано ФАМ, ФАМ было написано Роша вот ровно вот такой же круг был на крышечке, но она была другая она была тоже черненькая но более, вот здесь скошенный видите такой колпачок, а там был колпачок более прямой, он был более короткий более прямой и вот сверху на колпачке была вот эта круглая надпись выгравирована Роша и небольшая такая черная ленточка здесь была коробочка была в черном вернее духи были в черной коробочке, можно посмотреть в интернете как это выглядело раньше что я вам хочу сказать я не знаю тогда я не могла себе как бы представить чем этот аромат меня зацепил я носила его я его носила и я его выносила за несколько лет я даже помню, как я его, знаете перекладывала из косметички в косметичку из сумочки в сумочку в итоге я его выносила но, знаете, вот он у меня застрял в голове и, знаете, вот так вот бывает или какая-то встреча ты сначала не придаешь значения или вот парфюм, как у меня или какая-то история которая, понимаете помимо вашей воли вам как заноза в сердце попала и сначала вы этого не осознаете позже это как-то приходит позже и вот ко мне вот пришло я была очень счастлива когда я смогла себе заказать и приобрести вот эти духи я просто была на седьмом небе от счастья девчонки и мальчишки что хочу сказать про историю аромата и про сам аромат это просто великолепие какое-то духи эти, так же как и флакон тоже немножечко претерпели видоизменения потому что первые духи и те, которые были у меня оригинальные духи их в 43-м или в 44-м из разных источников я беру разную информацию ну в общем в военные годы 43-44 их создал великолепный парфюмер известный французский Эдмон Рудницко кто-то называет Рудничка кому как удобнее мне удобнее Рудницко этот известный парфюмер который потом много лет работал с маркой Диор он впервые создал эти духи и они стали в 40-е годы они произвели просто колоссальный фурор среди населения особенно женского в большей своей части колоссальный фурор вы представляете и они сразу прославили своего мастера и одновременно с мастером с Эдмоном Рудницкий они конечно прославили известный к тому уже времени модный дом Марселя Роша так как этот модный дом Марселя Роша занимался в основном на тот момент выпуском изделий дизайном одежды модной одежды сначала мэтр модного дома Марсель Роша работал во Франции потом когда он приехал в Америку он и там тоже произвел колоссальные он знаете был таким новатором необычным человеком с оригинальной идеей и он внес в одежду в то время такие знаете немножечко эротические какие-то моменты прозрачные ткани гипер и так далее то есть он одевал женщину очень ну по тем временам сексуально и вот когда встретились два таких гениальных человека и талантливых мастера как Эдмон Рудницкий и Марсель Роша то по идее Роша был создан именно вот этот аромат фан но понимаете ли как у Эдмона Рудницкий была мысль или девиз или слоган что не просто нужно создать парфюм в него нужно вложить душу то есть парфюм аромат любой он должен быть живой он должен иметь душу так считал Эдмон Рудницкий а Марсель Роша в свою очередь говорил о том что всегда и везде о том что сначала женщину нужно вдохнуть и только потом ее нужно увидеть и вот эта основная мысль бегла в идею создания этих духов и через какое-то время Эдмон Рудницкий создал и показал в свет свое произведение духи фан женщина да вот так просто с одной стороны названы духи женщина фан по-французски и мэтр Роша посвятил эти духи своей жене Элен Роша он был тогда сильно влюблен он только женился она была очень красивая женщина очень умная и очень талантливая и именно в честь нее можно сказать да названы эти духи позже Элен Роша после смерти своего мужа возглавит его модный дом и продолжит парфюмерную парфюмерную линию и создат тоже но уже правда с другими парфюмерами парфюмерами она создаст очень известные духи самыми известными наверное из которых будут мадам Роша и прославит эти духи ее естественно на весь мир она получит какую-то премию уникальную в общем женщина полностью оправдала и оправдывает вот этот вот титул королевы парфюмерии что касается аромата представляете в годы войны когда везде разруха голод и страшные вещи происходят Эдмон Рудницкий создает вот этот аромат о чем он думал когда его создавал он думал о женщине он думал о том какое чудо это женщина какие женщины разные как как отобразить женщину парфюмерии как отобразить всю любовь к женщине в духах как показать характер женщины силу и слабость женщины женщина-мать женщина-невеста женщина-сестра необходимо было чтобы эти духи в хорошем смысле слова были универсальными с одной стороны они подходили бы всем женщинам или очень многим из них а с другой стороны они подчеркивали бы уникальность только одной женщины носительницы этого аромата я думаю что конечно в полной мере этим двум господам Эдмону Рудницкий и Марселю Роша это удалось потому что до сих пор этот аромат считается классикой он незабываем он совершенно знаете он конечно претерпел изменения но совсем небольшие мой нос например их не почувствовал то есть сейчас эти духи в перевыпуске это духи 2000 у меня духи 2013 года и в своей линейке композиционной они претерпели тоже изменения как и немножечко во флакончике то есть общий стиль флакона сохранен это такая как бы амфора и только изменилась крышечка что касается аромата в чем он претерпел изменения ну как заявлено сейчас на фрагрантике и на других сайтах немного уменьшилось количество входящих в него компонентов то есть раньше это было просто обилие ну такое разнообразие а сейчас компоненты уменьшились и в верхних нотках мы сейчас слышим как и раньше остался бергамут остался персик осталась слива но раньше там был еще кориандр там был абрикос и еще несколько компонентов розовое дерево было что-то еще наверное компонентов шесть было только в верхней пирамидке в сердце сейчас осталось зира или зира кто-то ее называет некоторые знают зиру это специя под названием тмин ну тут немножечко есть разница и кто-то знает под названием кумин поэтому кому как удобнее вот это вот зира или кумин входит в состав в сердце и придает такую орехово горьковатую с кислинкой нотку так же как и сливка в верхней части пирамидки а в жасмин сюда входит и в базе здесь тубовый мох почули раньше и кожа раньше была амбра и еще композиция дополнялась бензуин по-моему был и еще сандал был раньше может быть что-то еще очевидно потому что пирамидка была очень большая я когда прочитала и когда прочитала что в общем осталось не то чтобы была как-то немножко удивлена но тем не менее мне был важен результат вы знаете я если бы не прочитала во фрагрантике вот этот результат я бы в принципе не разочаровалась в этом аромате я узнала его он совершенно мне показалось все-таки я не парфюмер ребята мне показалось что не совершенно неизменен остался запах для всех любителей духов я говорю совершенно точно я не распознала каких-то изменений их нету таких критических чтобы наш нос мог уловить поэтому покупайте заказывайте пользуйтесь с большим удовольствием как это делаю я просто я просто сейчас знаете без него жить не могу все-все-все что у меня было отошло на задний план я когда их заказала я просто сейчас знаете вот с утра до ночи хожу и благоговею вот просто благоговею я даже значит ребят что касается каких-то схожестей на что похож да с чем хоть как-то можно сравнить кто не знает аромат фан я бы поставила очень мало что можно сравнить я бы поставила наверное палому пикассо все кто любит палому пикассо девочки нас там несколько человек мы с вами на эту тему переписывались если вы любите палому вы я мне кажется я конечно могу ошибаться но мне кажется на 95% что вам должны понравиться духи фан это это просто какое-то знаете вот они конечно разные но вот 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 это вот древесность и вот здесь вот еще нотки табака их нет они не заявлены но знаете на мой взгляд и такой запах копченой сливы я не знаю как вы себе представляете но это такой вот как бы аромат такой ребят какой дорогой парфюм это просто знаете уникальный мне кажется просто уникальный и вот вот понимаете мне кажется что все-таки допросят меня современные парфюмеры возможно не они виноваты а возможно вот эти составляющие химические да и заменяющие натуральные компоненты возможно я не знаю но конечно вот эту старую школу просто ее не спутать ни с чем понимаете старую школу парфюмеров даже нелюбимая мною шанель и то хотя у нее другой немножечко почерк вы понимаете вот это вот классика я говорю самое близкое что мне мерещится это палома пикассо что бы еще вам сказать ну вот это вот маженуар но только не наводел маженуар и не туалетная вода туалетная вода маженуар она настолько сейчас слабенькая что ей далеко до парфюма если уж сравнивать то тогда с парфюмом можно сравнить знаете с диоровским наверное тоже старым пуазоном то есть это вот какая-то такая такая школа такой профессионализм такой знаете такие композиции которые уже сейчас совершенно мне кажется невозможно даже создать очень много хороших ароматов сейчас но знаете даже мой любимый мюклер с любимой аурой просто незапвенным ангелом он он все равно куда-то куда-то уходит как-то как-то понимаете я даже на одно место на первое не могу их поставить не могу никак вот это вот вот это все причем при всем при том это духи не ретро понимаете они могут носиться не всеми однозначно я не могу вам сейчас сказать про возраст потому что я носила их 18 лет поэтому если они на вас сядут если вы будете себя чувствовать при этом комфортно конечно носите но знаете девочки это еще хорошая школа вот ланкомовская я сейчас так думаю да с чем не с ароматами я сравниваю вот полома пикассо и маженуар они где-то как-то переплетаются ароматами вот этой вот смолистостью вот этой какой-то мшистостью пряностью потому что аромат пряный аромат теплый пряный он сейчас сейчас заявлен как свежий я не чувствую никакой свежести он совершенно не относится к свежим ароматам совершенно он пряный бальзамический теплый землистый фруктовый ну потому что раньше там был просто фруктовый сад а сейчас вот остался сливы и персик да ну я говорю разницы я не чувствую но он совершенно не сладкий он именно такой горьковатый потому что здесь специи а раньше было еще больше специй горьковатый и он отдает коже это правда то есть он такой именно кожанопочуливый и вот когда он немножечко он не резкий он не бьет вас сразу на отмаш как делают некоторые ароматы он достаточно стойкий он знаете он при всем при этом он стабильный он что вверху что в сердце что в базе остается неизменным остается узнаваемым и не преподносит вам каких-то удивительных сюрпризов было так а стало так нет как вы по сути говоря его нанесли он только раскрывается глубже он становится более теплым он становится более пряным грековатым и таким именно вот почему я сказала смолы какие-то открываются в нем смолы и мшистость и вот эта кислинка то ли слива дает кислинку то ли я говорю да вот совместно с вот этой вот какой-то горчинкой остринкой от специй я не знаю но именно как будто бы вот такой вот на выходе как будто такая смолистая подкопченая сливка мерещится вам вот в этом аромате очень богатый аромат девочки мальчики роскошный роскошный он подчеркивает женственность он подчеркивает знаете не просто женственность а глубину он как будто бы знаете превозносит женщину есть ароматы которые подчеркивают сексуальность а этот аромат подчеркивает душу он подчеркивает именно все грани красивой, богатой женской души, непознанной, возможно, потому что мужчинам трудно понять женщину, они практически их не понимают, делают вид или как-то вот прощают нам наши промахи, скажем так. Но, конечно, они не могут нас почувствовать и понять в основном. А эти духи, они как будто бы собрали в себе такой многоликий женский ряд. И вот весь этот многоликий, разноликий женский ряд, он как будто бы вот в этом флаконе весь. Какая может быть женщина? Вот от такой до такой. От прекрасной, доброй, нежной, чувственной, тёплой до опасной, до какой-то такой роковой, до обольстительной, но в любом случае до любящей и глубокой, и обязательно нежной. Вот это о настоящей женщине аромат. Всё о ней. Помните, был такой фильм, который назывался «И это всё о нём», где в главной роли играл Игорь Костолевский, шикарный актёр. А вот этот аромат, он, знаете, превозносит женщину на педестал и говорит, что вот это вот всё о ней. Поэтому, если не знает, познакомьтесь с этим ароматом, я думаю, вы не пожалеете. Шедевральный, классический, шипрово-цветочный аромат. Просто обожаю, просто обожаю, девочки. А на сегодня, мальчики, это всё. Я была рада, если вам понравился мой обзор. Поэтому до следующего раза. Я всех целую. Бизо-бизо.